Друзья, всем привет, с вами Тимур и сегодня в этом видео мы с вами вместе посмотрим на вот этот вот iPhone SE. Это будет полный обзор, я также вам расскажу, стоит ли еще покупать iPhone SE в 2020 году за те деньги, которые Apple за них, собственно, и просит. Кстати, я купил этот iPhone SE неделю назад и неделю им пользуюсь, поэтому могу уже вам кое-что о нем рассказать. Это iPhone SE в белом цвете, вот таком вот красивом, на 64 гигабайта заказывал с Америки, поэтому он мне немножко дешевле обошелся. Для начала мы детально посмотрим на само устройство, на его характеристики, на его дизайн, на камеру, на автономность, вот это все я полностью вам расскажу. И потом уже скажу, стоит ли я его покупать в этом году или же может быть рассматривать какие-либо другие варианты. Так что не будем тянуть и погнали. Итак, первое, давайте поговорим о дизайне. Дизайн iPhone SE это 2014 год, когда вышел iPhone 6. Есть такие же размеры, такие же габариты, такой же дизайн, алюминиевые рамки. Единственное, что сзади у нас получается стекло, как в iPhone 8. Яблочко переехало, теперь оно находится в середине. Беспроводная зарядка есть, камера такого же дизайна. То есть камера та же от iPhone 8, корпус тот же от iPhone 8, поэтому его и себестоимость немножко меньше получается. Единственное, что тут добавили, это красный цвет. Раньше он был Space Gray, теперь он черный, Black. И теперь вот такой вот беленький. Раньше он был Silver. И впереди у нас получалось то, что рамки тоже белые были. Теперь у нас рамки полностью черные. Экран, лицевая часть черная. А сзади вот такой вот белый. Очень, так сказать, контрастно и красиво смотрится. Ну, сами знаете, то, что дизайн уже давным-давно устарел, но все же среди нас есть те люди, которые фанаты именно этого дизайна, именно этого форм-фактора, такого вот маленького компактного телефона с кнопкой Home, с Touch ID, вот это все. Поэтому у меня даже спрашивают люди, продай, я хочу купить именно люди, которые пользуются iPhone 11 Pro или там еще какими-то другими iPhone, более навороченными, чем этот телефон. Хотят купить именно этот, потому что говорят, вот он удобный, я к такому формату привык, опять хочу вернуться к такому формату, понимаете? Так что дизайн тут получается на любителя. Второй пункт это камера. Несмотря на то, что в этом телефоне стоит камера от iPhone 8, но за счет того, что тут стоит процессор от iPhone 11 Pro Max, то есть A13 Bionic, теперь тут есть возможность делать портретные фотографии. И они, так сказать, неплохо получаются, но, конечно же, не до такого уровня, как и получается, допустим, на iPhone 11 Pro Max или там на iPhone XS Max, вот это все, потому что у них там отдельная камера есть или фото линза. Но за счет софтверных вот этих вот фишек он умеет теперь снимать портретные фотки. Кроме этого, в этом iPhone поменялось полностью меню камеры, то есть оно теперь точно такое же, как и в iPhone 11 или же iPhone 11 Pro. То есть я недавно делал в TikTok или и в Instagram тоже делал видео, где показывал, как записывать видео на iPhone, не отключая при этом музыку. Те люди, у которых не было iPhone 11, iPhone 11 Pro, они захейтили, сказали, как сделать на других iPhone, ну на других, к сожалению, никак. Но в этом телефоне есть возможность такая, я сейчас показываю на ваших экранах, можете посмотреть, как это сделать, или же можете просто перейти в Instagram, также там посмотреть, я тоже там делал. Ну вот сам факт того, что эта функция теперь тут присутствует. А если мы придем к качеству непосредственно фото, то вы можете сейчас видеть две фотки, сделанные на iPhone 11 Pro Max и на iPhone SE. Практически такой вот колоссальной разницы фотографии при дневном освещении вы не увидите. Единственное, что в этом iPhone, в iPhone SE 2 нет возможности снимать фотки, ну в темноте, то есть тут нет Night Mode, а в iPhone 11 Pro Max есть. Поэтому, если будете снимать днем и видео, и фотки, то практически у вас одно и то же получится. Единственное, что когда темно, когда нет солнечного освещения, то у вас получится немножко уже шумы появятся на ваших фотографиях. А если мы будем говорить непосредственно о производительности этого iPhone, то если это не один из самых, то самый мощный iPhone, который вообще сейчас существует на рынке. Потому что у него процессор самый передовой, как и в iPhone 11 Pro Max, как я уже упомянул выше, это iTunes Bionic Plus 3 ГБ оперативки. И учитывая всю вот эту вот мощность, у него маленький экран 4,7 дюйма и плюс маленькое разрешение. То есть этот процессор должен показывать большие результаты при таком низком разрешении. Если вам интересно, я сделал тест на скорость iPhone SE 2 и iPhone 11 Pro Max, предыдущий ролик, ссылка будет в описании, можете перейти и посмотреть. В этом ролике iPhone SE меня, конечно же, удивил, но, так сказать, я был не очень так удивлен, потому что, соответственно, у него такие процессоры, такая вот оперативка. То есть результат стоило такого ожидать. А если мы будем говорить о повседневном использовании, то тут даже нет никаких намеков на вот эти вот лаги-баги, не говоря даже о играх, потому что я тут играл и PUBG Mobile, и Call of Duty, и Asphalt. Все вот эти вот тяжелые игры я переиграл, посмотрел, FPS никак не приседает, все четко, круто, плавно и тут комфортно играть. В плане производительности тут комфортно, да, но если вы будете учитывать его маленький экран, то он неудобный, но он мощный. Итак, четвертый пункт, четвертый пункт у нас автономность, это самое интересное. Вот я пользуюсь этим iPhone в неделю, и знаете, для человека, который пользовался iPhone 11 Pro Max, вы сами знаете, какая у него батарейка, какая у него автономность, тут 4000 почти миллиампер часов, а тут 1800 с чем-то. И когда я перешел, это просто ад. Даже смешно говорить, ну, больно, реально больно, потому что утром я зарядил до 100%, в 9 утра я вышел из дома, и при моем активном использовании, как я пользуюсь iPhone 11 Pro Max, iPhone SE выдержал до 7 вечера, и уже потом просился к зарядке. То есть до 7 вечера у меня зарядка доходила до 9, до 10 процентов, и все, дальше нужно уже, получается, заряжать. Соответствующий скриншот я также сделал. Вот он у вас на экранах, и вы можете посмотреть почти 7 часов включенного экрана. Вот, ну, это мало, этого мало. Но если вы не привыкли к автономности iPhone 11 Pro Max, то в принципе это ок. Но я привык, и для меня это уже не нормально. Я либо носил с собой зарядку, либо пауэрбанк, либо нужно будет уже докупить какой-нибудь там батарейкейс. Вот, другого выхода тут нет. Итак, главный вопрос, стоит ли вообще покупать iPhone SE в 2020 году за 40 тысяч рублей? Я честно скажу, я живу в Узбекистане, я его приобрел за 490 долларов, получается 35 тысяч рублей, ну, более-менее нормально. Но все же, даже за эти деньги, я думаю, то, что это дорого, понимаете? То есть, если, скажем так, если у вас iPhone 7, iPhone 8, то пользуйтесь на здоровье и даже не думайте о покупке iPhone SE. Честно, вот два года вы еще протянете. Если у вас iPhone 5s, iPhone 6 или же iPhone 6s, то наверняка эти телефоны уже устарели. Вам нужно будет их поменять. То есть, батарейка там упала у кого-то, там что-то там поломалось, какая-то кнопка не работает, да, вам нужно будет поменять телефон. Если вы думаете о покупке iPhone SE, то я вам больше рекомендую накопить 5 тысяч, то есть не 40, а 45 сделать и сразу купить iPhone XR. То есть, iPhone XR лучше и по, ну, по производительности не скажу, но он лучше держит батарейку, у него автономность лучше, он поинтереснее, у него новый форм-фактор, новый экран, жесты, Face ID, все вот эти вот технологии передовые там есть. Он более интересный, он даст вам больше эмоций, понимаете? Соответственно, для людей, у кого iPhone X, XS, XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max или Pro, вообще не стоит эту дичь покупать. А если, допустим, у вас старый iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 6 и 6s, и вам категорически не нравятся, допустим, новые форм-факторы этих айфонов с Face ID и с большими экранами, то, в принципе, можно покупать, если вы нацелены и точно знаете, зачем вы будете, для чего вы будете этот телефон использовать. Ну, бывают такие вот бизнесмены, которым неудобны такие вот форм-факторы и удобные телефоны с Touch ID, то они покупают и окупают этот телефон на раз-два, потому что бывают такие вот важные переговоры, телефоны, звонки, вот это все, вот. А так 40 тысяч за это маленькое устройство, которое даже не выдерживает до вечера батарейку, я бы не отдавал, честно. А несмотря на то, какой у вас сейчас iPhone, и вы готовы сейчас отдать, допустим, за этот iPhone SE 40 тысяч, я бы вам рекомендовал накопить еще 5, сделать 45 и купить сразу iPhone XR новенький и вообще горе не знать. Вот такое вот примерно у меня решение. Ну, вот примерно вот такие вот выводы у меня получились насчет этого iPhone SE 2020 года. Кому-то может понравиться, а кому-то нет, но это мое личное мнение, так что, вот, никому я свое личное мнение не навязываю. Можете сделать свои выводы. Примерно так вот. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, пишите, что вы об этом всем думаете и подписывайтесь на канал. С вами был TeamLine, до новых встреч, всем пока.